Музыка Сейчас, через 32 года, после постановки похождения по весу, вновь мне посчастливилась эта замечательность с ней сыграть. Многое переделал по отношению к тому, что было. Потому что за 32 года накопился некоторый опыт, который опровергает то, что было тогда. Охождение, Борисы, начинается! Я работал тогда в Камерном театре у Бориса Александровича Покровского. К его чести, надо сказать, что он всегда проявлял исключительный интерес к новым работам, к современной музыке. Субтитры подбогали. Субтитры подбогали. Широково-малли. Ахились. Широково-малли. Субтитры подбогали. Спасибо за субтитры. На фамильном гербе Владимира Васильевича Стасова были изображены шпора и зажигательное стекло. Этот символ, как мне кажется, точно характеризует личность нашего юбиляра. Он действительно пришпоривает нас и в то же время воспламеняет, пропуская мощное излучение своего таланта через зажигательное стекло театрального действа. Начало совместной работы произошло совершенно случайно, потому что мы встретились на Кузнецком мосту, просто гуляючи. Я спросил Борису Александровичу, что происходит в новом театре. Он сказал, что ставит нос Шостаковича, и я ему сказал, что я в это поверить не могу. Что это немыслимо, во-первых, по соображениям идеологическим, так как опера была в свое время совершенно стерта с лица земли. А во-вторых, по соображениям техническим, настолько она трудна. Ну, раз вы не верите, вот пойдемте сейчас в этот подвал. С места в карьеру. Мы пошли, там шла репетиция под рояль. Я услышал, что это поется. Оркестр я еще пока не слыхал. А оркестр был в 12 человек в штате Московской камерной оперы. А я в то время остался без работы. Я возглавлял 14 лет Большой симфонической оркестр Союзного радио. Но в один прекрасный момент руководство Госкомитета по радиовещанию и телевидению предложило мне произвести некоторую операцию с оркестром, заключавшись в том, что я должен был уволить из оркестра в срочном порядке 42 еврея. Я отказался производить эту операцию. В результате мы попросили мне все это заявление об уходе по собственному желанию. Поэтому Борис Александрович, не вдаваясь в подробности всей этой истории, гнуснейшей, предложил мне работу. Я с радостью и с благодарностью принял это предложение, сказав ему, что вот с оркестром, конечно, будет сложновато, потому что переделать партитуру Шостаковича на 12 человек не представляется возможным. Но, я сказал, я надеюсь, что я смогу достать дополнительных музыкантов, которые могли бы там играть. И спектакль имел, не постесняюсь сказать, триумфальный успех. И мы с этим спектаклем объездили практически весь свет. Вот, собственно, на этом и началась наша деятельность. Я стал сотрудничать с театром, работал там в качестве главного дирижера и сделал много постановок. Оркестр сейчас, да и певцы, находятся в отличной творческой форме, что позволило после восьми репетиций провести этот спектакль. Субтитры создавал DimaTorzok А по поводу Стравинского было незабываемо. В 62-м году он был здесь. Вот в восемь дней я присутствовал на всех репетициях, потом поехал за ним в Ленинград. И там был на концертах. Я помню этот потрясающий момент, трогательнейший, когда он вышел на сцену большого зала, обратился к публике перед началом концерта. А вон там, в предпоследнем ряду, я впервые увидел Чайковского. Меня мама привела на концерт мальчика. Я видел Чайковского. Дирижировал он хорошо, ясно, четко, без всяких вокруг нас, без балета и без полз. Да, огромная фигура, гигант. Лишний раз убедился, вот сейчас все здесь появилось. Он был в Большом театре на Болисе Родина. И я на следующий день его спросил, как вам понравился спектакль. И первое, что он сказал, о, совершенно замечательной декорацией. Такое впечатление, что это я вижу вот 90 лет назад в таком стиле декорации. Замечательно, как они сохранились. Ну, а что касается музыкальной стороны спектакля, мне это совершенно чуждо. Мне это не понравилось. Это не Борис Годунов, а Борис Глазунов. Имелось в виду редакция Римского. Нет, это к Мусоргскому никакого отношения не имеет. Нет, Борис, нельзя, нельзя, Борис. Нельзя молиться за царя и рода. А потом я видел, когда, уходя с репетиции в Большом зале консерватории, его остановил около лифта корреспондент. Думал, масса корреспондентов, естественно. Остановил корреспондент «Комсомольская правда». Все знают, что вы гениальный композитор, приехали на родину в первый раз. Но вот нашу аудиторию читательскую интересует ваше хобби. Какое у вас хобби? У меня нет никаких хоббий. Я вот композитор, Божий милостой, я, так сказать, сочиняю музыку, в этом мое хобби, мои все пристрастия. Вот в этом все. Ну да, но какие-то все-таки, ну, совершенно незначительные, но для нашей многомиллион. Ну, хорошо, сказал. Если уж вы так настаиваете, у меня есть хобби. О, хорошо. А какое? Ну, вы знаете, я люблю птиц. О, вот это то, что нам нужно. Сейчас я так и запишу. Игорь Стравинский любит птиц. Игорь, а какая ваша любимая птичка? Двухглавый орел, сказал. Это в 62-м году в Москве. Этого корреспондента как ветром сдуло. У меня была договоренность с болгарами сыграть торжественную месу Бетхоина в Софии. Ну, месяца за два опять звонок. Репертуарная комиссия вас беспокоит. Извините, что так рано утром. Пожалуйста. Вот мы посмотрели вашу программу в Софии. Там нет советской музыки. А вы знаете, что ни одна программа без советской музыки обойтись не может? А, я этого не слышал. Ну, как же. Союз композиторов разработал, создал специальный список рекомендованных сочинений. Вы позвольте вам зачитать этот список? Пожалуйста. Ну, вы знаете, это очень длинный список. Я готов его выслушать. Начинается в алгаритном порядке. Чтение списка. Боква А прошла. Б, В, Г. Я молчу. Она добралась до боку Р. И тут я услышал. Рахмадеев. Праздничный кюй. Я говорю, какой? Праздничный. Я говорю, беру. Это ритуальный танец. Казахский. Когда барана режут, вот пляшут вокруг. Это замечательно. А где вы будете его играть? Перед мессой или после? Я говорю, вы знаете, это не принципиальный вопрос. Я готов играть и перед мессой, и после. Я даже могу в середине мессы его вставить. Он ведь, вы говорите, небольшой кюй. Но зато праздничный. Большой, говорит, вам спасибо. На этом разговор закончился. Болгары, получившие это предложение, даже в Болгарии дружественной, пришли в ужас. Они прислали ответную телеграмму из четырех слов. Не сошли ли вы с ума? Как нам рождесенский подтвердил? Девицу уволили. Ну, что поделаешь? Праздничный. Праздничный не состоялся. Ни в середине, ни перед мессой, ни после нее была сыграна торжественная месса Бетхоя. Этого было более чем достаточно. У меня тогда еще сложилась репутация диссидента. Но причиной моего интереса к сочнениям, которые я пропагандировал, и, выражаясь жаргонным языком, пробивал, иначе было невозможно это играть, заключалось не в том, что эти сочнения кем-то запрещались, а в том, что они представляли для меня безусловную ценность. И продолжают представлять на сегодняшний день. В свое время я был выдвинут на государственную премию. А для того, чтобы получить государственную премию, надо было, так сказать, экзамен сдать. То есть сыграть открытый концерт, симфонический или оперный спектакль, продемонстрировать свои возможности, как будто бы они до этого не были никому известны. Право выбора программы программы милостиво оставалась за мной. Я сказал, что я хочу сыграть первую симфонию шнепки. Мои друзья единогласным хором пропели. Ты сошел с ума. Ты хочешь лишить себя премии. Я сделал вид, что я не понимаю, о чем идет речь. И эту симфонию ее сыграл в Большом зале Московской консерватории. После чего состоялось заседание комитета по государственному премию, в котором Тихан Николаевич Хреников призвал членов этого комитета забаллотировать мою кондикатору по причине исполнения этого сочинения. Я премии, конечно, не получил. Не очень, честно говоря, расстроился. Сегодня я вот смотрю, вот здесь у меня лежат книги, посвященные творчеству Альфреда Шнитке. Это шесть выпусков, которые называются «Альфреду Шнитке посвящается». Шесть томов на сегодняшний день, и серия продолжается. Я что-то не вижу такого количества книг о Тихане Николаевиче. У меня зрение, правда, плохое. Наше знакомство как-то планомерно перешло в тесную дружбу. И, может быть, даже в какое-то сотрудничество творческое. Мне посвящены две его симфонии, первая и девятая. Да и восьмая тоже. Человек, он был в высочайших моральных качествах, что тоже слышно любая симфония Шнитке. Я их все дирижировал. Подготовка, процесс изучения новой партитуры такого порядка, да и любого порядка, требует несколько месяцев для меня кропотливой работы вот за этим столом. Тогда я могу судить о том, что это, обособлюсь, как это судить. Критик, редчайший случай, который может читать партитуру, но тогда она должна быть продаваема или доступна в библиотеках. Но в данном случае это все рукописи, которые они не видят и не слышат. На рептицах их нет. Я, например, их не пускаю на рептицах. Да они не ходят. Не пускаю просто. Пускай разбирают сами потом. Но на следующий день после концерта редакции требуют рецензий. Кажется, можно рецензировать, не видя и не слыша. Сложнейшие вещи. О чем можно писать? Сколько народу было в зале, да и то не успеешь перечитать. И все это были бердаки, чатается. Интересно читать лицензии Чайковской. Интересно читать лицензии Шостаковича. Кстати, один случай замечательный, когда газета «Правда» обратилась к Шостаковичу с просьбой отрецензировать премьеру Золушки Прокофьеву Большого деда. Он с удовольствием взялся за это. И написал рецензию газеты «Правда». Прокофьев получил газету «Правда». Прочел рецензию за подписью Шостаковича и был очень тронут. Позвонил он по телефону. И мы еще очень признательный за такую замечательную рецензию на мой новый балет. Он сказал, не стоит благодарности, потому что все отрицательные оценки редакции вычеркнули. Тогда ведь было принято, по Нигири, кто по Нигири. Поэтому никаких недостатков у Золушки нет. И быть не может. Раз «Правда» заказала, значит, хорошо. все вырождается. Все же ушло в сторону либо попсы, либо электроники. Потому что легко. компьютер. Это заменяет живого творца, к сожалению. Я не вижу ни одной яркой фигуры во всем мире. И все одинаковые. Все. Это такое микробулезы. фигуры. Сегодня в концерте Большого симфонического оркестра всесоюзного радио и телевидения выступит народный артист Советского Союза, лауреат Ленинской премии профессор Мстислав Леопольдович Ростропович. Он сыграет с оркестром концерт для виолончели до мажор Йозефа Гайдена. Это произведение сравнительно молодое, хотя оно написано было очень давно, но примерно 10 лет назад это произведение было найдено в библиотеке Пражского университета. И по оркестровым партиям отдельно было восстановлено целиком это великолепное и удивительное произведение. Продукция появляется, но для меня она уже не предназначена. Я же там в 20 веке, а не в 21. 21 ничего. Для меня ничего не дало. Скучно все. Поляки перестали представлять с собой из себя нечто, что нас интересовало в то время. Варшавская осень, как таковая, была центром. Опять-таки с политической подоплекой. А сейчас этого нет, все препятствия уничтожены. Бороться не с чем, а кроме как с засилием плохого вкуса. вот так. А мы сказали, его не будет, да не будет больше. Нет. Как религи gal музыка беда м созд車 Если учесть мою работу в России и в других странах, то я старался в России играть в произведение композиторов других стран, а в других странах – в произведение русских композиторов. Что мне казалось необходимым и важным, так как опыт показал, что знакомство с русской музыкой на Западе весьма поверхностно, чтобы не сказать худшего. Практически знают только Чайковского и Шахерезаду. Но Прокофьева немножко Шостакович их играет. Немножко. Но все это очень поверхностно. До сих пор открываются для них совершенно неизведанные материки. До сих пор. Вот сейчас, скажем, я собираюсь ехать в Ниццу для постановки Бориса Радунова в оригинальной редакции. Автор. Без вмешательства Римского-Корского и без вмешательства Шостаковича. Для чего Римский-Корсков осуществил свою редакцию? Да для того, чтобы было более или менее по ушам слушателям того времени. Он ликвидировал индивидуальность Мусоргского, причесав его с огромной честностью и со всем своим мастерством. Шостакович же придал этому новый оркестровый наряд, сохранивший язык, стиль и лексику Мусоргского. Борис Губнов в оригинальной редакции, ну, что касается Ницца, то наверняка идет в первый раз и вызывает большой интерес и большое удивление. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. КОНЕЦ КОНЕЦ